Так, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня у нас очередные инсайды и утечки по поводу новых смартфонов, которые, ну, типа, выйдут в будущем. Вот, и первенький у нас на очереди, значит, Xiaomi Mi A3. Индейский инсайдер Шукул Шарма, или Шукул Шаурма, отличившийся достоверными утечками фотографий Xiaomi Mi Band 4, опубликовал в своем твиттер-блоге спецификации неанонсированного смартфона Xiaomi Mi A3. Помимо данных о начинке устройства, он сообщил и дату анонса следующей новинки популярного бренда. По имеющейся информации, аппарат будет построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 712. Новинка получит дисплей с отверстием для 32-мегапиксельной фронталки, тройную тыльную камеру с основным сенсором Sony IMX582 на 48 мегапикселей. Ну, 48 мегапикселей для Mi A3 это очень даже неплохо, потому что тот же Sony IMX582 он себя неплохо зарекомендовал. Также новинка получит аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Согласно ранним утешкам, гаджет получит 6 гигабайт оперативной памяти. 6 гигабайт оперативной памяти для такого среднебюджетного смартфона, хотя для кого бюджетный, для кого среднебюджетный, а для кого и совсем небюджетный. Ну, в общем, раз такие дела идут, то значит производителям уже в принципе удивлять особо нечем. И они начинают двигаться в сторону увеличения внутренних хранилищ смартфона, той же памяти основной. Сейчас уже минимальная комплектация, в основном в более-менее нормальных телефонах идет 64 гигабайта или 128 гигабайт и 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Раньше мы о таком даже и мечтать не могли, довольствовались одним-двумя гигами максимум. Ну, а младшая версия гаджета под названием Xiaomi Mi A3 Lite, да, будет еще и младшая версия, как уже сложилось по нынешней традиции. Инсайдер приписывает Snapdragon 710. Оба смартфона предположительно будут работать под управлением чистой версии Android без фирменной оболочки MIUI. Ну, а че страшно, предположительно, так и будет, потому что Mi A2 работал на чистом Android. И именно этим он и цеплял, потому что эти смартфоны получали именно от Google обновления самыми, вернее, одними из самых первых. И это очень даже круто. В принципе, было бы вообще круто, если бы Xiaomi перешла именно на чистый Android на всех своих смартфонах. Список прочих технических характеристик и цену Xiaomi Mi A3 и Mi 3 Lite. Источник не приводит. Презентация новинок по утверждению источника состоится в июле текущего года. В общем, где-то уже в следующем месяце должна состояться презентация этого смартфона. Но это не точно, так что, в принципе, сроки еще могут даже и сместиться. Поэтому пока будем подождать. Ну и следующая новость у нас для любителей гиковских аппаратов. Выпустили у нас, значит, ну еще, пока бы не выпустили, но уже кто-то там сфотографировал что-то. И, конечно же, без самой компании Google это не обошлось. Pixel 4 запечатлили на камеру. И, как оказалось, все раньше смеялись над рендерами новых айфонов. Якобы у них камера уродская. И тут бац! А эта камера будет стоять в Pixel 4. И знаете, ну в случае с Pixel и Google это как бы в порядке вещей для них. Потому что они как бы дикие и им как бы можно такие вещи делать. Следом за рендерами Pixel 4 в сети появились реальные фотографии нового флагманского смартфона от Google. Снимки демонстрируют дизайн устройства, подтверждая появившиеся ранее слухи. На представленных фотографиях, опубликованных порталом 9to5google, запечатлен Pixel 4 или Pixel 4 XL. Дизайн задней стороны устройства полностью совпадает с тем, что на днях показала компания Google. В левом верхнем углу расположен квадратный блок с двойной основной камерой, вспышкой и дополнительным сенсором сверху. По имеющейся информации, третий модуль это спектральный датчик, назначение которого пока не ясно. Можно также отметить, что смартфон находится в защитном чехле, сильно напоминающем тканевое, что выпускает Google для всех последних поколений Pixel. Это дополнительно указывает на то, что на фото действительно будущий Pixel 4. На данный момент, одной из главных загадок в отношении Pixel 4 является дизайн передней стороны. По одной версии, у него может быть отверстие в экране под двойную фронтальную камеру. Тогда как другие источники уверяют, что смартфон получит большую верхнюю рамку, в которой будут динамик, фронтальные камеры и сенсоры для сканирования лица. Ну, это уже, мне кажется, будет перебор, если еще дополнительно к этой квадратной камере они впихнут еще челку размером с Сергея Брина. Ну, блин, как-то не особо. Хотя я не удивлюсь, знаете, если они это сделают, потому что это вполне в ихнем духе. Так что это ведь телефон для гиков, верно? Так что такие вот у нас сегодня новости были в мобильных технологиях. Будет еще очень много новостей. Сделаем даже обзор как-нибудь на Mi A3, когда он выйдет. Ну, выйдет он, конечно же, не скоро, поэтому очень будем его ждать, так как этот телефон наведет шороху как свой предшественник, наверное. Надо полагать. Поэтому всем до скорых встреч, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Жмем пальчик вверх. До новых выпусков!